11 сентября 2020 года. Здравствуйте, мои дорогие! Мы с вами сегодня будем говорить снова об истории Святой Земли. История – это не просто моя работа, поскольку я работала много лет экскурсоводом. Это и моё увлечение. С самого раннего детства всегда было интересно узнать больше о других культурах, землях, народах. Вообще, мне кажется, чем больше человек знает о других людях, живущих вокруг него, о других культурах, тем богаче его внутренний мир, тем ему легче общаться с другими людьми, и жизнь его бесспорно гораздо интереснее. Наверное, качество, которое я считаю негативным в человеке – это невежество, это нежелание видеть ничего и никого, кроме самого себя, кроме своей родины, которую можно и нужно любить, но тем не менее, вот такое отрицание всего, что не наше, для меня органически неприемлемо. Но среди вас таких людей и нет. О том, что вы стремитесь к знаниям других культур, к тому, чтобы знать лучше Божий мир, созданный, и людей живущих. В нём свидетельствует хотя бы то, что вы смотрите этот канал. Значит, однозначно мы с вами люди по духу близкие. Сегодня мы будем говорить с вами об очень интересном периоде истории Святой Земли, а именно о периоде османского правления. Турки-османы правили Святой Землёй практически 400 лет. И настолько сильный отпечаток это наложило на Святую Землю в совершенно разных аспектах, что мы, жители, современные жители Израиля, до сих пор часто зависим от турецких законов, видим вокруг себя построенные турками здания. Я уж не говорю о церковной жизни, которая полностью существует до сих пор по тем установлениям, тем правилам, которые были приняты вот тогда, в период османского правления. И вот давайте мы начнём с вами разговор, а потом к нам на связь выйдет Клара Хидырова, наш молодой гид-историк из Стамбула, и покажет, расскажет нам что-то очень интересное. Итак, Османская империя начинает править Святой Землёй в 1516-17 годах. Вот в этот момент происходит смена власти у нас, очередная. И что же было до этого? Как вообще, кто такие турки-османы вообще, как они здесь оказались? До этого Ближним Востоком управляло мамлюкское государство. Мамлюки – это были египтяне, вернее, это были бывшие египетские рабы, такое вот сословие интересное, военное. И они захватили в своё время власть в Египте, убив потомков Саладина, то есть законных правителей эмиров Египта. И захватили они Ближний Восток и Иерусалим, естественно. И владели они городом 200 лет. В конце же 15 века наступает период сильной экспансии, то есть продвижения Европы. К нам сюда, в частности, португальцы, начинают войну с мамлюками за господство в Индийском океане. Это очень ослабляет мамлюкское государство. И тогдашний султан мамлюков не оказался достаточно сильным, подготовленным. И он постепенно позиции свои сдаёт. И этим воспользовалась недавно, к тому времени, ну как недавно, примерно 250-150 лет назад, как возникшая империя турок-османов. Турки-османы – это были тюркско-мусульманские племена, которые в конце 13 века объединились. И, собственно говоря, представляли собой к тому времени уже государства. Они воспользовались слабостью мамлюкского правителя, его проблемами с Европой, которые он имел. И султан Селим I разбил армию мамлюков в Сирии, а потом и в Египте, положив этим, собственно, конец существования мамлюкского государства. Кстати, кому вообще интересна эта тема, на сайте ТОПУСа, клуб видеопутешествий ТОПУС, сейчас вы видите ссылочку на экране, есть моя экскурсия по мусульманскому кварталу старого города. И там я достаточно подробно рассказываю историю исламизации Иерусалима. И там вы можете узнать много о мамлюках, увидеть их здания, которые остались у нас. И также об османском периоде немало я там рассказываю и показываю. Так что то, что невозможно сделать в блоге, сделано в видеоэкскурсии. Добро пожаловать на ТОПУС. Посмотрите мою экскурсию, если вам интересен этот период. И вот Селим I завоевывает Иерусалим. И что происходит, как меняется жизнь местных жителей. Надо сказать, что поначалу Османская империя, хотя это были мусульмане, да, естественно, относилась к христианам вполне-вполне терпимо и доброжелательно. Султаны старались казаться добрыми правителями, немало делали для подъема уровня жизни у нас здесь, потому что последние 50-70 лет правления мамлюков очень большой упадок привели в страну. Дело всё в том, что мамлюкские султаны мстили христианам за свои проблемы с Европой, грозились вообще поразрушать тут храмы на Святой Земле. Кстати, храм Грубо Господня был закрыт с 1511 по 1512 год, целый год при мамлюках. Поэтому османские султаны, наоборот, старались показать своё расположение, подкупить, так сказать, население добрым расположением. Они вкладывали много в развитие вообще Иерусалима и других больших городов. В основном этот расцвет и период развития подъема пришёлся на правление султана Сулеймана Великолепного, который был сыном Селима I, то есть завоевателя Иерусалима. Почему султаны турецкие старались проявлять своё доброе отношение вообще к Иерусалиму, вкладывали сюда деньги и старались, чтобы жизнь здесь наладилась и улучшилась, и старались построить со всеми хорошие отношения? Ну, во-первых, Иерусалим всё-таки имел некий духовный статус. Здесь же находится храмовая гора, так называют евреи, а у мусульман это место, откуда Мухаммед был восхищен на седьмое небо и где ему Аллах показал рай. Соответственно, это святое место. Правда, к XVI веку оно не имело такой уж грандиозный статус, когда, допустим, это было в VII-VIII, но тем не менее всё-таки святое место. А во-вторых, конечно, доход от паломников, а прежде всего христианских. Естественно, Османская империя хотела эти все денежки к себе прибрать, потому что за вход ко гробу Господню брали пошлину, за охрану караванов брали пошлину, и пошлина была довольно высокая. Кстати, самая высокая бралась с франков, с католических паломников, видимо, в отместку за крестовые походы, ну, или считаю, что они просто более богатые, чем все остальные, но что так и цветные было. Семь золотых, это по тем временам были очень большие деньги, бралась пошлина за сопровождение каравана, а караван сопровождался, естественно, принудительно. Хочешь ты, не хочешь, это было обязательно. За вход ко гробу Господню. Кстати, что интересно, брали пошлину из выходцев из Балканского полуострова, восточной Европы нынешней, с наших русских пилигримов, а вот грузины и эфиопы считались малоимущими, и по традиции, еще от мамлюков заведенной, с них пошлины не брались. Они приходили сюда бесплатно. Вот так интересно. Наши же православные арабы продолжают, собственно, жить, как они и жили, преимущественно в Вифлееме, Назарете и Иерусалиме. Составляют они уже тогда меньшинство, мусульман было больше, и при османских правителях пользуются относительной гражданской свободой, то есть их называют зимми. Они, например, не имеют права носить оружие, не имеют права служить в армии, ездить на лошадях и обязаны платить особые налоги. Также храму не должны колокольни быть выше миноретов. Но в остальном, в принципе, нет никаких препятствий для богослужений, для всего остального тоже. Кстати, особенно использовали христиан как врачей. Известно, что в Османской империи очень много было врачей именно из христиан-арабов. Видимо, какое-то было у них наследственное ремесло. И вот таким образом происходит жизнь. И, как я вам уже говорила, Османская империя очень много строит в первые 100 лет своего правления. Вот как раз правление султана Сулеймана Великолепного. 30 с небольшим лет он правил. И он прославился именно как строитель в Иерусалиме. Строитель и благодетель. Почему? Во-первых, султан Сулейман отремонтировал водовод. Вода на Ближнем Востоке – это всегда больной вопрос. Её всегда мало, она всегда грязная, её всегда не хватает. И вот у нас система водоснабжения Иерусалима существовала ещё со времён царя Соломона. И ремонтировалась и при Ираде Великом во времена Христа, и позже. Но вот именно ремонт султана Сулеймана был очень серьёзным. Вокруг Иерусалима были бассейны, то есть такие природные водохранилища. И вот у нас около Явских ворот находится знаменитый бассейн султана. Это одно из знаменитых его сооружений. Бассейн был и до него, но он его расширил, отремонтировал, сделал новый глиняный водовод, укрепил стены. И этот бассейн великолепно функционировал в качестве водохранилища. Сейчас здесь концертный зал, как вы видите, из-за коронавируса не задействованный. Но раньше здесь были регулярными концерты. Иногда даже нам тут оперы ставили раз в сто лет. Какие-нибудь иностранцы приезжали, пели тут для нас чего-нибудь красивое. И вот это такое очень известное в Иерусалиме место на иврите называется Брехат Асультан. То есть бассейн султана. Вот прям так и называется. Кроме бассейна в Пресултане был построен целый ряд сабилий. Сабиль – это фонтан для питья. Вот один из них сейчас вы видите на своих экранах. Опять же, подробнее смотрите об этом в моей экскурсии «Мусульманский квартал старого города» на Топусе. Действительно, я там очень подробно рассказываю, показываю архитектуру Иерусалима. Все здания, построенные при мамлюках, при султане Сулеймане. Это настолько серьёзный вклад, что представить себе Иерусалим без османской архитектуры уже невозможно. Вот тот облик старого города, который вы сейчас видите на своих экранах. Видите куполообразные крыши, например. Это принесли нам мамлюки и потом усовершенствовали этот стиль турки-османы. То есть вот эта архитектура восточная. Вот то, что в Иерусалиме вы любите, говорите – это восток, это непредаваемый аромат, это стиль какой-то особый, вот эти розетки, украшения. Это всё мамлюки и турки-османы. Это всё их архитектура. Всё, что у нас есть вот такого изумительно сказочного и восточного – это всё от них. Вернёмся к султану Сулейману, и я расскажу вам о самом главном его строительном проекте и о том, какая женщина стояла за этим проектом. Вы видели когда-нибудь стены Иерусалима, стены старого города? Если даже не бывали у нас, то видели, я вам показывала и не раз. Так вот, те стены, которые вы видите сегодня, строил султан Сулейман великолепный в XVI веке. Естественно, что до него стены были у Иерусалима, но они очень много раз разрушались. И вот последними их разрушили мамлюки. Это были стены, построенные крестоносцами. И мамлюки запрещали жителям отстраивать стены заново. Иерусалим 200 лет стоял без стен. То есть где-то стены контур свой, конечно, сохраняли, где-то на метр, на полтора могли быть, даже на два. Но были бреши, дыры, и стены были полуразрушены. Мамлюки не хотели, чтобы жители имели возможность оборонять город. Поэтому не разрешали ремонтировать стены. И когда Османская империя пришла, вот как-то Селим I, отец султана Сулеймана, не предал значения стенам. И когда султан Сулейман уже вступил в свои права как правитель Иерусалима, он тоже поначалу озабочен стенами, особо не был. Он больше вкладывал куда? В город Стамбул, в столицу, естественно. В смысле строительства и так далее. И скоро мы с вами об этом узнаем и увидим. Так вот, у султана Сулеймана была жена. Звали эту удивительную женщину. Так в Европе её имя принято было называть Роксолана. Вообще Роксолания – это область Речи Посполитой, то есть нынешней Польши Литвы. Поэтому предполагают, что девушка эта была родом с Украины, потому что её называли даже иностранные послы того времени русская султанша. Так что однозначно, что она была славянского происхождения. Так вот, предполагают, что поскольку не знали её настоящего крещённого имени, то так её прозвали Роксолана, как девушка из Роксолани. Может быть, это прозвище ей дали ещё в Гареме. Судьба её была очень печальной. Её похитили татары в своё время, продали её сперва одному хозяину, потом другому, вместе с другими девушками, угнанными из её же деревни. И потом она попадает в Гарем султана Сулеймана. Видимо, она была очень красивой, так полагают. Ну и судя по портрету, который вы видите, да, действительно. Это, кстати, портрет середины XVI века. И вот эта Роксолана, по-турецки её звали Хюрем, Хюрем Султан, становится сперва наложницей, а потом любимой женой султана, официальной женой, которая родила наследника престола, и которая была его женой на протяжении всей жизни, и любовь к ней была действительно безгранична. Она тоже очень его любила, изучила свободно арабский язык, не раз спасала жизнь султану. Когда он бывал в походах военных, она доносила ему, писала ему на прекрасном арабском языке письма, сообщая обо всех делах во дворце. И несколько раз спасла его от смерти, от заговора и так далее. Женщина была, то есть, ещё и очень умная. Так вот эта Роксолана сказала султану, ты владыка половины мира, ты владыка половины мира, а стены Иерусалима лежат у тебя в руинах. Знаешь ли ты, что кто восстановит стены Иерусалима, память его будет вроде родов? И он сделал то, что сказала она. Он восстановил стены Иерусалима, которые стоят и до сих пор. У нас около Явских ворот даже есть табличка о том, что стены построены при султане Сулеймане. Кстати, стенка, на фоне которой я сижу, построена из того же самого камня, из которого стены Иерусалима. Это наш Иерусалимский камень из Весняк. Сейчас им только облицовывают здание, вот им облицована стена моего дома, а в древности из него всё строили. Камень удивительный. С одной стороны, мягкий, лёгкий в обделке, с другой стороны, стоит веками, как мы с вами видим. Но ещё раз подчеркну, что Иерусалим всё равно, несмотря на все благодеяния султана, оставался всего лишь провинциальным небольшим городом. И все, конечно, силы и средства вкладывались в Стамбул. Стамбул – столица Османской империи. Город Константинополь. Для нас с вами известно, что в XV веке Константинополь пал. Селим I, отец султана Сулеймана, покорил Константинополь. И вот, собственно говоря, что же происходило там во время правления султана Сулеймана, как жилось другим народом, что строил султан, мы с вами сейчас узнаем от нашего гида из Стамбула, молодого нашего автора клуба видеопутешествий ТОПОС, Клары Хидыровой. Она с нами на связи. Клара, здравствуйте! Анна, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Клара. Я живу в городе Стамбуле. И сегодня у нас прямой эфир из мечети Сулейманье. Эту мечеть построил великолепный архитектор Синан по приказу султана Сулеймана Великолепного. Здесь и похоронен сам султан и его прекрасная наложница, а после законная жена Хюрем Султан. Клариша, вот мы как раз говорили сейчас о султане Сулеймане Великолепном, как о строителе Иерусалимских стен. Очень хочется представить себе этого человека. Да, всё-таки у нас обычно отношение такое негативное к мусульманским правителям. Да, действительно, многие из них притесняли христиан и воевали с христианами. Но вот касательно султана Сулеймана Великолепного, что вы можете рассказать о его характере? Ну, как, например, относился к нему народ в Стамбуле во время его правления? Народ очень любил султана Сулеймана за то, что он был такой, знаете, бескомпромиссный человек. Он жестоко наказывал тех, кто брал податень, кто обманывал в торговле бедных, кто наживался на бедных. Он безжалостно расправлялся с этими людьми. И народ за это его очень уважал и любил. Среди народа была такая сплоченность. Каким образом она выражалась? Греки, армяне, евреи, мусульмане, оставшиеся византийцы, которые никуда не убежали, остались тут чудом. Все жили сплоченно. Строили церкви, строили, евреи строили синагоги. В Стамбуле их достаточно много было раньше, около 40 синагог было при Османской империи. И очень любили султана Сулеймана. Ну, вот мы с вами находимся в прекрасной мечети Сулеймане. Это вторая по величине мечеть и важная мечеть после султана Ахмеда. Построил ее великолепный архитектор Синан по приказу Сулеймана. Строилась она 7 лет. Последнее слово перед смертью султана было «Похороните меня вместе с моей хюрем в этой мечети». Собственно, здесь он и похоронен. Но при жизни он сделал много. Он не только завоевал огромнейшие территории тех времен. Половина Европы практически до порога Вены он дошел. Удивительно мог располагать людей. Он дружил с раввинами, он дружил с византийцами, с венецианцами, он дружил с греками, с христианами. И объединял их всех. Султан Сулейман строил школы, библиотеки, строил бани. Ему очень понравилась идея именно византийской концепции бани. Ему очень понравилась эта история. И он стал строить огромные бани. А хюрем именно здесь, неподалеку, в этой мечети, также есть огромный банный комплекс, который планировал, и по ее желанию Синан построил этот банный комплекс. Кстати, у нас в Иерусалиме тоже была столовая, построенная Роксоланой. Роксолана очень много занималась благотворительностью. Говорят, что в этом даже буквально соревновалась с султаном. Они оба очень любили делать много для народа, для бедняков. Кто-то говорит, что для того, чтобы быть популярными, а кто-то говорит, действительно, из любви к людям. Это уж один Господь Бог, наверное, знает. Но у нас в Иерусалиме был хоспис для паломников, бесплатный и знаменитая большая столовая, так ее называли, столовая Роксоланы, построенная по ее проекту, на ее личные средства, в которой каждый день кормили бедняков чечевичным супом, хлебом. То есть любой бедный нищий человек, странник ли, паломник ли, местный житель мог прийти и бесплатно покушать. Вот так интересно. Да, удивительно, замечательный правитель, по всей вероятности, был. Конечно, как и все правители, должен был и казнить, и миловать. Но это понятно, царь есть царь. Но даже иногда жалко, что мало царствовал Сулейман, потому что, например, у нас в Палестине после него начинается очень сильный декаданс. И если говорить о уже османском правлении 17-18 века, уж я не говорю про 19-е, то очень страдали от турок и наши местные крестьяне, и жители, и церковь. К сожалению, это так, да, если бы было побольше таких замечательных, милостивых, справедливых султанов, борющихся со взяточничеством, как султан Сулейман. Ну, а вот расскажите нам, для того, чтобы у нас не осталось плохого мнения о турках, Кларочка, расскажите нам о турках. Вот какие они, турки? Какие турки? Вы знаете, я в Турции живу год, и не могу сказать, что я прям всей душой прижилась к этому народу. Скажу вам, что я еще знакомлюсь с этим народом, но по моим наблюдениям, так как я все равно частично тоже восточная, и так или иначе соприкасаюсь с этой культурой, и турецкие жители очень похожи и с узбекскими жителями, то скажу вам, что турецкие жители, они очень открытые, они эмоциональные, они немного могут вам казаться навязчивы, не потому, что они что-то хотят с вас взять, а просто это их такой менталитет, понимаете, они будут вас навязчиво угощать, даже если вы, так как для европейской культуры, нам немножко дико, когда нам насильно говорят, ну попробуй, ну попробуй, ну на, на, а здесь они вас будут угощать, угощать, и это будет до вечера, понимаете, или там в менталитете есть такое, что пить чай, и этот чай может быть продлиться там весь день, а у тебя важная встреча, ты в принципе назначил встречу, ну конечно же, в турецкой нации, и как в любой нации, есть и своя категоричность такая, которая, немножко я беру ее за минус, почему за минус объясню, потому что они будут все равно стоять на своем, они никогда не признают, что они что-то сделали неправильно, никогда, это они выиграли Первую мировую войну, это они решили уйти не поражение, а просто уйти, потому что это было уже не актуально для них, они будут стоять на своем, они будут стоять на своем, что это их были по праву территории, они Византии, они греков, это принадлежало все им, но в основном они любят дарить улыбку, они щедрые, они веселые, они будут вас щедро угощать, щедро дарить комплименты, это в крови, в восточной крови, понимаете, но знаете, какой есть, в каждой нации есть такой перекос, например, вы назначаете время, встреча у нас с тобой важная, в два часа, и вы приходите к двум часам, а его нет, нет, час ждете, нет, два часа ждете, вы уже просто разозлились, у вас уже вообще слов не находится никаких, и вы берете, хотите уходить, тут появляется этот человек, он такой улыбается, он вас обнимает, говорит, дорогой, у меня такое сейчас было, ой, такое сейчас было, давай сядем чай пить, ты говоришь, да не хочу чай, мне нужно дело быстро сделать, какое дело, дело не надо, дело после чая, дело подождет, давай попьем чай, и вот он сидит чай, ты смотришь на время, я не могу, у меня время, самолет сейчас улетит, без меня, он говорит, ничего, мы тебе купим новый билет, ты не переживай, сиди, пей чай, жись одна, надо расслабляться, не надо торопиться, вот у них вот такое вот есть. Клариша, я думаю, что следующий вопрос вертится на языке не только у меня, но и половины наших зрителей, вы турчанка? Я родом из Узбекистана, я наполовину узбечка, мама у меня русская, Светлана, папа, Сабир, Узбек, я окончила Ташкентский государственный университет, факультет истории, всегда мечтала работать гидом, знаете, именно в том городе, который будет мне близок духом, который я полюблю, и вот я оказалась здесь, на турецкой земле. Я очень люблю эту страну. Вдруг открывается платформа на сайте ТОПУС для клуба путешественников и делается сайт ТОПУС ТУР и собирает разных людей со всего мира, со всех уголков земли. Представляете, как интересно? И моя мама мне сообщает эту новость, что вот, Клар, ты же хотела пойти учиться гидом? Вот такая возможность. Я, долго не думая, тут же написала на платформу ТОПУС ТОР. И я... Я рада, что я так сделала. Потому что моя мечта, она стала реальностью. Я, наконец-то, стала получать огромный опыт. Я стала знакомиться с классными, с интересными людьми. Меня вдохновляет то, что платформа сайта ТОПУС ТУР дала возможность и открыла мне двери, которые для меня, казались, еще будут закрыты долгое время. Это возможность удивительных приключений путешествовать по разным уголкам земли. А земля наша, она удивительна. Даже посмотреть, если вот мы с вами, кто-то не был в Турции, кто-то не был в Белоруссии, кто-то не был в Израиле, кто-то не был в Италии, но мы с вами сейчас мы можем поделиться, рассказать о нашем городе, в котором мы живем. Кто-то занимается профессиональным гидом, кто-то учится, и мы делимся опытом и вдохновляем. И это прекрасная возможность для многих и многих людей. Спасибо, Клариша, спасибо за добрые слова о нашем ТОПУСе. Это ведь действительно образовательный проект, проект, объединяющий людей, проект, дающий рост. Особенно приятно, когда это говорят молодые авторы. Спасибо вам большое, Анна, за этот прямой эфир, за возможность быть услышанной, рассказать о прекрасном Стамбуле и пригласить вас путешествовать вместе со мной. До встречи. Я думаю, что мы с вами еще встретимся с Кларой, пока мы с ней прощаемся, а всех наших зрителей я приглашаю перейти по ссылочке, вот сейчас вы видите ее на экране, теперь можно нажимать, ура, ура, я научилась, как это делать. Переходите на сайт клуба видеопутешествий ТОПУС, смотрите экскурсии по Стамбулу Клары Хидыровой, ну и, конечно, других наших авторов тоже. Я же с вами прощаюсь, желаю вам всего самого хорошего, до свидания и до скорых встреч!